Это такая желтая пресса, придумают эти все номинации странные. Англичане определяют пол, да, секс. Но по-русски это получается, что это связано с сексом. Я таких лавеласов-то и не играл особо. Первый любовник, второй, так и вот так эта героиня, ее подруга. Спросите, пусть она расскажет, как это было. Идет Жигули и обгоняет Мерседес. И женщина переходит с Мерседеса в Жигули. Не может гордая советская женщина выйти за какого-то иностранца. Мы с ней работали в одном драматическом театре. Мы играли эту историю в жизни. У меня была своя семья. Я к ней нежно относился. Конечно, вокруг этого разные сплетни и всякого бывают. Пусть остается тайной. Ты молодой, влюбленный, лавелас, пожилой. И уже смешно немножко. Я актер Ривер Калминдж. В 14 лет, начав работать слесарем, думали ли вы о том, что когда-нибудь будете блистать на сцене? Откуда? Я папе сказал, мне не хватает карманных денег. Раньше еще, чтобы меня как городского парнишка приучить к работе. Чтобы мы не развились с фантазиями парнишки у нас трое братьев и сестра. У нас четверо детей было. И там полная улица была с детьми. И мы поменяли уже другой район. Папа там в 55-м году стал дом строить. И тогда давали какой-то кредит даже. Это хрущевское время. Там какой-то такой мягкий нэп, что ли, начался. Были какие-то проблемы, заставляли всех покупать облигации какие-то. Я помню эти бумажки такие. Папа должен был отдать этот кредит. И он очень много работал и ночами, и по разным там. Он ремонтировал этих старых машин, которые остались после войны. Студбекеры и какие-то Зауэры. И то, что вот после войны где-то валялись просто вдоль дороги. У него самого была какая-то такая трофейная машина. Какое-то время его отремонтировали, переделали все ходовое на газик. И они там с друзьями катались на этих машинах. Потом он продал за какие-то деньги. Ну и так далее. И вот я говорю, мне не хватает этого немножко. Я хочу не одно мороженое, а два мороженых. Ну и отправили меня пастухом. Поскольку я должен был все время носить штаны, порванные старшего брата. Когда он тот вирус, опять его штаны мне. И я заработал целое лето где-то в деревне. И узнал, откуда течет молоко. А то я как городской парнишка не знал. Мне кажется, ну корова ее дует и все. Но для меня это было большое открытие, что ее надо везти каждый год к быку. И она должна родить теленка, чтобы было молоко. И это для меня было большое открытие. И я вот за эти заработанные деньги костюмчик купил себе, вот такой школьный. И туфельки. Тогда прошло еще один год-два. И я понял, что мало карманных денег. Ну и, по-моему, ты хочешь, я хочу, я работать пойду. Ты же ничего не умеешь. И вот он нам пристроил к такому старику, который учил меня к совершенно слесарному делу. Ну мы насмотрелись, конечно, кино, поскольку рядом, где мы жили, был кинотеатр. Тейка, по-латежски это сказка в переводе. И там уже мы детские утренники посещали. И когда уже подростковый возраст подошел, вот такой, мы уже, я помню, так не только звуки музыки это было. И великолепная Сим-Йорка. Вот американская картина с Юлом Брынером. Вот это было в прокате, по-моему, мы два раза крутили по кругу советские прокатчики. Ну вот это всем очень нравилось. Это история японская, как бы вот у Курасави тоже есть своя история великолепной Сим-Йорки. Ваша мать говорила, что у вас не получится быть актером, потому что им надо громко говорить, а вы так не сможете. Почему она так считала, и почему ее смутило именно это? Мама, когда узнала, я не общался на эту тему с родителями. Им было важно, что я закончил среднюю школу, а дальше вот я уже сам придумал свой путь. Я не общался, то есть, с родителями, кем я должен стать. И вот когда я поступил, я даже не говорил, потому что неизвестно, поступишь ли. Я потом им сказал, ну вот они, ты артистом, они так громко говорят. Ну и какой-то опыт, наверное, был такой, что какие-то артисты громко говорят. Ну и мешает жить, наверное, кому-то. Ну, я своим родителям купил абонемент, когда я уже стал работать в театре, и папа всегда ухаживал за мамой. Они так это проживали это время, они смотрели все спектакли подряд, со мной и без меня. И так это чувствовали себя молодой парой. Говорили, что на роль в фильме «Театр» вас утвердила лично Вия Артманы. А как было на самом деле? Ну, это ерунда полная. Ну, как в советское время у Вии Артмана не могла быть студия свою пригласить, понимаете? Это был ее бенефисный фильм, это да. Мы с ней работали в одном драматическом театре, а фильм с названием «Театр» – это снят по роману «Сомер Сатамоемка», роман тоже называется «Театр». А фильм еще называется «Театр, театр, театр» три раза, потому что она актриса, это героиня. И мы работали в одном театре просто, в одном драматическом театре. Когда я закончил УЗ, я был принят в эту труппу, где работала и Вия Артмана. Театр «Дайлы». Ну, на русском это художественный, наверное. «Дайлы» – это красота. Мы играли эту историю в жизни. У меня была своя семья, и я, как сказать, те истории, которых я играл на сцене или в кино, я не продолжал этих историй в жизни. Так что, конечно, вокруг этого разные сплетни, и всякого бывает, почему бы и нет, но если это вам не мешает творить. И это, конечно, то, что я могу сказать, я к ней нежно относился, мне нравился, как моя старшая коллега, и с ней всегда было творчески интересно и так далее, будя и земля пухом. И, ну, мы не дружили так с семьями или как-то так близко, там, и не было необходимости, там, то, что вы, наверное, имеете в виду, задавая этот вопрос. Пусть остается тайной, скажем так, я не вмешиваюсь в сплетнях, пусть этот фольклор развивает за бизнес моего участия. Вашим звездным часом стал фильм «Зимняя вишня». Почему его концовка разочаровала зрителей? Этот вопрос я часто отвечал, ну, и сформулировался такой ответ, что это реклама ваза, что на обгоне идет «Жигули» и обгоняет «Мерседес». И женщина переходит с «Мерседеса» в «Жигули». В «Госкино» там долго думали, кто не может гордой советской женщиной выйти за какого-то иностранца. Это было не по-советски. Поэтому придумали, что это, ну, хотя бы прибалт такой. Вот, и вызвали меня. И, по-моему, там пробовались другая пара, Андрейченкова и Шакуров, по-моему. А вот в деле вот этих, Соломина и Сафонову. А, по-моему, на мою роль даже никто не пробовался там, я не знаю. Поэтому Масленникова надо спрашивать. С первых ваших громких успехов за вами закрепилась амплуа героя-любовника. Вас это не расстраивало? Да нет, ну как, да, это играть, эти истории, только когда ты молодой, такой влюбленный, ловелас, пожилой, и уже смешного немножко. Ну, я таких ловеласов-то и не играл особо, но они все были влюбленные, которые... Ну, я и плохих парней играл довольно, ну, не часто, но играл. Ну, это такое оперетничное определение, там, первый любовник, второй, так и вот так эта героиня и ее подруга, и там еще какой-то третий, там, субредка или как-то там все. В оперетах это так, в такой, ну, в сегодняшней драматургии не определяет никак, кто там первый, второй, третий. Вас называют секс-символом, но, кажется, вы недовольны? Ну, конечно, потому что, ну, скажем, англичане, это таким образом в английском языке определяет пол, да, секс, какой ваш секс, это woman или man, но по-русски это получается, что это связано с то ли сексом или с чем-то еще. Никто не задумывается о поле, что это определяет пол, ну, что ты такой, какой-то симпатяга, так что я не знаю, почему это. Это такая желтая пресса придумает эти все номинации странные. Вы говорили, благодаря своей внешности я не сыграл председателя колхоза или первого секретаря обкома, а хотели бы? Я в театре играл, самую такой смешную для меня роль, это было, во всех театрах Советского Союза играли такую пьесу, премию или как история одного парткома, или что-то, ну, как это название, ну, пьеса Геллман. И мой режиссер сказал, это фильм уже прошел с Леоновым в роли этого бригадира. Он говорит, не может быть, что под 50 такой кругленький мужчина вдруг решил делать революцию какую-то. Что он делал все 50 лет. Вот поэтому он должен молодой. И я играл эту роль в театре. Бригадир, который отказывается от премий. И вот, только что закончил, совсем молодой артист был. Я играл вот, что у нас бригада молодежная такая, и решила отказаться от премий, потому что там не то-то, то-то и то-то, не то. Что вы думаете о современном кинематографе в сравнении с советским? Когда я начинал, было меньше информации, понимаете, меньше телевидения. Ну, у меня там, я не знаю, даже пакет какой-то. Я вообще не смотрю телевизор. Я щелкаю там то, что я хочу посмотреть, то, что записано. Я не смотрю вот так программу. Вообще, я не знаю, какая программа. Я то, что хочу, то и смотрю. И не было столько рекламы. Это так мешает, как это фильм смотреть. И все, кино снимали на пленку, понимаете. Цифры пришли только недавно, 30 лет ели. Ну, вот так это уже говорят, снимаешься. Это записи, а не съемки. И это совсем другие технологии, понимаете. Пленку не проявляет и так далее. Все сразу можно посмотреть. Тогда это все в темную, мы играли. Другие времена, естественно. Другие духовные возможности, другие отношения строятся по-другому. Но так и так молодежь очень серьезная, появляется очень талантливая и очень подкованная. И эти технологии правильно используются очень часто. А то, что вот блогеры и то, что людям какой-то комплекс неполноценный хочет тоже такой звездой стать. И что-то там на кухне своей изображать какую-то звезду. Ну, это всегда тоже было, ну, да, подражали кому-то там, да. Вам довелось сниматься в одном фильме с Высоцким. Как впечатление? Это было за год до его смерти в 79-м году. И это по Пушкину маленькие трагедии. И поскольку там, по-моему, затронуты и объединены в одном сюжете четыре, по-моему, маленьких трагедии. И очень, по-моему, удачно это придумано. И я там сыграл две роли там в прологе Фауста и Дона Карлоса. А Мефистофель тоже должен был играть. Поначалу была такая задумка у режиссера Висоцкий. Но я это помню, я был очень занят, мне театр еле отпустил. И мне было пять дней, и вот на это, то, что мы там сняли под боку, вот этот пролог фильма. И, ну, вот Висоцкий был вне состояния немножко вот в этом эпизоде участвовать. И вызвали другого актера, Кочегарова. И все-таки успели снять это. Вот я помню это. Ну, вот такая встреча. Все, что в Москве сняли, и, по-моему, ну, там с фехтованием, это все на студии Мосфильм сняли, по-моему. Вы были поклонниками его творчества? Конечно, у меня весь Висоцкий дома есть. Я думаю, что это почти все. И на французском языке там что-то есть. Ну, я не знаю, не таком, как поклонник. Мне просто интересно это творчество очень. Такого второго нет просто. А что вы думаете о его смерти? Наркомания. Это тогда уже было понятно. Он поэтому и не отснялся в этом эпизоде. Я думаю, что это... Ну, там перебор какой-то. Я общался с его сыном, который сделал картину конец как бы вот Висоцкого. Последний как бы вот период. Мне кажется, это правдоподобно. Вам предлагали петь песни Висоцкого. Почему вы отказались? Он владел, я думаю, там, особым таким... Только... Особным таким вокалом, скажем так, как он доносит эти стихи через мелодию, через песню, через свое исполнение. Зрителю вот эту мысль и всю эстетику, которую он сам создавал. Он же не пел каких-то других песен, только своих. И я думаю, очень опасно кому-то другому это делать. И тогда надо придумать какой-то еще ход. Потому что это очень ярко и очень убедительное. Там вот это... В этом и его сила артиста, и поэта, и вообще трибуна такого. Надо ли? Ну, мне, я думаю, не надо. Я слышал, как другие поют, и так не всегда это... Кажется, ну, не надо, ну, давай другой что-то исполняю. Я вот помянул Никиту, сыну, да? Я с ним один раз встречался, где-то тоже на каком-то фестивале. И он просто подошел ко мне, я с ним пообщался на эту тему. И он говорит, не хотите, потому что там музей какой-то есть у Исоцкого. Я не был там, правда, ни разу. Говорит, исполнить какую-нибудь песню. И вот так он мне предложил такое. Я говорю, я подумаю, ну, я не знаю, какую. Ну, надо слушать, может быть, может быть, и можно. Вы почти встретились с Аллой Пугачевой на съемочной площадке. Почему не сложилось? А, это снимали эту... Там Софья Ротару потом снималась. Ну, да, вот. Это ее муж-режиссер. Стефанович, по-моему, да? Вот он снимал картину, и они там то ли развелись из-за этого проекта, или я не знаю почему. Ну, он потом снимал Софью Ротару. Душа, или как это называется фильм. Кого будем охмурять? Пойдем лучше выпьем. Так вы и познакомились с Михаилом Боярским? При знакомстве мы кому-то там снимались где-то вместе. Ну, он остроумный, прекрасный такой, под тогдашним... Тогда вот актер, он был очень мега популярен. Он только ночью выходил, там, где там в Ялте снимали, по-моему, ту историю. Ну, это после мушкатеров, по-моему, это у него было, ну, сложно жить, я думаю, так это. Он по ночам купаться шел куда-то с ментами, как эта машина приехала. Когда все спали, он так купался. Да. Ну, мы не друзья, тоже так, ну, коллеги, которые знакомы, так что я не знаю, как он живет. Вы участвовали в шоу «Слабое звено», дошли до финала и в итоге проиграли Михаилу Боярскому. Дружба развалилась после проигрыша? Ну, я не вспомнил Крупского, не Крупского, этого, как его, вот, и тоже не помню министр культуры, которая была, Фурцева, я не мог вспомнить, так и не вспомнил от испугу. Ну, это не важно в телеигре, это такое шоу. Кстати, о Боярском вы сказали так. Я очень благодарен Михаилу Боярскому за то, что на мое пятидесятилетие он приехал ко мне в Ригу и спел для меня и зрителей. Почему вы так горячо его благодарили? Такое было, да. Пора, пора, порадуемся. Он ставил там где-то местами Ивар, мое имя просто. Ну, ведь и получилось очень прикольно. И он был такими творческими встречами в Риге и принял участие в самом начале, чтобы успеть еще на поезд в Питер и обратно. Как вы считаете, распад СССР это трагедия или так и должно было быть? Для вас и для Латвии? Да нет, ну, все радовались. У нас принимают как радость. Потому что ваша прекрасная страна, где вот мы находимся, никогда не признавала прибалтийских трех республик частью Советского Союза. Здесь, в Вашингтоне, всегда были посольства несуществующих этих государств. И эти послы всегда присутствовали на тусовках дипломатических, на что очень было непонятно удивлены советские дипломаты. Ну, вот, даже паспорта они выдавали какие-то. Я видел у одного эмигранта такой. В сороковом зашли танками, хотя был вот этот пакт Риббентру по Молотову, мы знаем, и там секретная часть, но еще была другая бумажка о ненападении, ну, договоренность с Советским Союзом. и никто не думал, что кто-то будет ревидировать те границы, которые основались после Первой мировой войны, когда не только эти три республики, но еще Польша и Финляндия появились как государства новенькие. И в этом ничего, в маленьких экономиках тоже нет ничего плохого. это наша этно-географическая территория, ну и что, это не какая-то изначально российская территория. Почему? Как нас учили, царская Россия это тюрьма народов, когда-то я помню. И большевики были единственной партией, которая признавала национально-освободительную войну. И то, что вот сейчас Зунганов в одной речи упомянул Николая Второго, Ленина, Сталина, Брежнева и Путина как царей. Тут вдруг какие-то новые романовы появились. Но он не сказал, что сами большевики Николая Второго уничтожили со всей семьей. И было в этих местах на Урале. В 90-е рухнуло все. Кинематограф тоже. Как вы выживали? Актерский отдел в намаз фильмы переделали, но взяли под приватные какие-то руки. И вот это первое предложение этого агентства было. И какие-то фестивали организовывали. Не знали, как это будет дальше, потому что вдруг все деньги пропали. И рухнула вся система возврата денег, то есть прокат. И никакие продюсеры с большими деньгами с неба не упали. И какое-то ворованное кино показывали. Постепенно к посольствам появились такие атташе по культуре, которые стали уже следить за этим, чтобы это кино, ну, чтобы был порядок какой-то. Австерские платить и так далее. Но это все постепенно, все конвенции и так далее. В 90-х вы снились в клипе на песню «Ты бросил меня» группы «Стрелки». Для театрального актера это не было странным предложением. Небольшая такая релишка. странным. Мне интересно было этот бизнес. Потом эти «Стрелки» приехали в какой-то ночной клуб в Ригу и я пошел поздороваться с девушками. Смотрю, там вообще другие. Одна была без парика, то я еле узнал. Остальные все другие. Так что они как «Ласковый май» разъезжались в нескольких составах. В 92-м году вы снялись в шоу для «Одинокого мужчины» по инициативе Елены Кондулайнин. Она говорит, у вас был роман. Это правда? Ну что, надо спросить, пусть она расскажет, как это было. В начале 2000-х во время съемок в боевике «Дронго» вы повредили руку Олеси Судзиловской. Расскажите, как так вышло? Там надо было такую стычку снять. Я просто неловко, мне заработали до конца свой танец так называемый. Ну, такая схема борьбы, что ли. Там какая-то сцена была, в Баку снимали, по-моему. на рынке, да, где-то. И просто, ну, вывернули немножко, потянули за руку, и ей больно было. Вы приняли участие в реалити-шоу «Последний герой», но покинули проект из-за интриг других участников. Преснякова, Перовой, Орловой. Ну, вообще-то они не очень-то похожи на интриганов. Точно они против вас сговорились? Мне позвонили, они сказали, вот такой проект, это был, по-моему, второй. Мне было интересно просто изнутри, что это такое, что люди так смотрят. Потому что после всего этого, этой записи, я понял, что вообще-то дешевле, когда напишет кто-то за письменным столом, и потом артисты сыграет. Ну, они это такой миллионный проект, это снимали на Таити. И я не мог на два месяца, я сказал, ну, я занят, я не могу, я могу там, не знаю, ну, на 10 дней перед, ну, в декабре. Ну, вот, появилась возможность на 10 дней съездить туда с Верой Глаголевой будь земля, пухом, ага, и я на Хапетова, когда они были вместе, снимался с ней. И вот нас выбросили как джокеров последних 10 дней. и потом по договору надо было, если нас выбрасывают на следующем там этом совещании, мы должны остаться и участвовать в голосовании, то есть на последнем там совете. И нас на первые не выбросили, нам дали какой-то иммунитет, но я и там не строил никаких, там, знаете, что, по-моему, может быть, было, там было на рогатках, ну, я думаю, на рогатке я в детстве стрелял, а Вера Глаголева мастер спорта по стрельбе из лука. И я смотрю по нашим этим бьет, и там надо бы попасть в дырку такую, и тогда какой-то мука, что ли, такая, вот. И я попал в одну дырку два раза, и не срабатывает этот механизм. Ну, может быть, там было какая-то... Так и так, мы выиграли, и я просто отдал ей, потому что к ней приехала дочка. И там было тот, кто выиграет, тот останется в гостинице с этим человеком, который приехал. Там ко всем приехали какие-то там близкие люди. Вы сказали, что на том шоу вам хорошо заплатили. Сколько? Ну, неважно. Не какие-то особые... Ну, ну, представляете, если там сто тысяч, по-моему, было премии первое. Вот Пресняков получил. То ли он с первой, по-моему, поделил, или я не знаю. Но я видел первую с хорошей машиной потом. А готовы ли вы ради больших денег сняться там, где не очень хочется? У меня Хара режиссер такой сценарий дал почитать, где оскорняет мою родину. Я сказал, знаете, что это такая придуманная история. Притом, если оно было бы как-то правдивое, вот, придуманное, я не пошел на это. Но бывают, знаете, разные вот, типа, вот такие передачи интервью, когда закадриваем каким-то голосом, ну вот, показывая там, скажем, у меня по Юрмале, пройдитесь так. Ну вот, пустой пляж. А я зимой хожу, знаешь, в пальто. Пустой, а здесь так много людей, когда был Советский Союз. А вот там за днем, там, дача Пауса, да, все там, а у него вообще в другом месте. Ну и вот такие закадровые голоса. Ну вот это, на это я нарвался часто. В начале 2022 года вы сказали, что разорвались Россией все отношения. Окончательно? Я такого не сказал, я просто не оформил, то есть мне не оформили визу, и это было до 24 февраля. И потом я понял, что это не надо, и просто и да, я не работаю, поскольку я не могу туда съездить. и как бы точнее сказать, я не могу работать в стране, где живут мои друзья, но и другая страна, где тоже живут мои друзья. Мне звонили люди, как ты чувствуешь, ты все нормально? Потому что распространяли какие-то слухи, что я очень больной, что я там отпраздновал день рождения и где-то упал, что я пьяный валялся в каком-то аэропорту. вот такие гадости пишет, ну, понятно, кто, да, если ты потому что мне задают вопрос, вы же должны Советскому Союзу, России, как сказать, правительству Советскому за все, я говорю, это вы мне должны, вы не доплатили, если кто кому должен, да, я тоже гордый у меня подумаешь, госкино я должен что-то, они миллионы зарабатывали, нам отбросили шуточные, ну, так это, мы на это и шли, да, потому что мы люди точно можем и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников. Кстати, расскажите, правда ли, что в Латвии сейчас настроены против России? Или это чистая политика? Ну, кремлевскую, конечно, против этого, то, что происходит на Украине, это не тот способ решить вопрос, и очень понятно, что и украинцы хотят свое хозяйство. Развалился этот как-то последняя система колонизации, то есть, колониальная система это была, как считают многие историки, и, ну, не дали коммунисты счастья всем народам, успокоиться, все, делать, давайте по-другому, делать, если так хочется империю, так сделать эту империю на своей территории, осваивать Сибирь, теперь нужны опять рабы какие-то, надо раскулачивать кого-то там и посылать туда, и репрессивные будут строить новый БАМ, который не достроили и так далее. Это все ошибки, которые продолжаются, и очень дорого приходится платить за это, поэтому совсем другой подход к этому надо. Конечно, мы все по соседству живьем, и я думаю, что, ну, наверное, это следующее поколение будет, которые нормально посмотрят друг в друга в глаза и думают, что мы тут дурью занимаемся. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Ну, думаю, молодость, ну, говорят, что детство, все очень важно, что с нами происходит в детстве, вот, это и программирует всю нашу жизнь. Как узнать, какие люди для тебя самые нужные? Ну, те, которых ты любишь, от которых ты любовь получаешь. Как понять, какое дело изо всех самое важное? Ну, которое приносит не только тебе, но и другим какое-то благо. Кто же такой Ивор Каллиндж? Ну, мне как-то сложно себя оценить, оценивать. Я человек, который хотел и хочу оставить после себя какую-то красоту, ну, чтобы улучшить таким образом этот мир, ну, такие вот известные слова, я хочу сказать, и каком-то где-то мне это получилось, мне кажется. что-то Продолжение следует...